Семья Дарлингов Венди говорила, что листья падают с наряда Питера Пэна. Однажды вечером родители вышли прогуляться. Дети остались дома одни и отправились спать. Когда Жанни уснули, Питер Пэн впрыгнул в комнату по своему обыкновению через окно и стал собирать листья, которые оставил во время прошлого визита. И тут Венди проснулась. Питер Пэн, я ждала тебя! Никто не верит мне, что ты настоящий! Венди вернула листья Питера Пэна, которые она спрятала. Ей очень нравился Питер. Они вместе пришили листья обратно к его одежде. Венди, хочешь я расскажу тебе одну удивительную историю про приключения? Я не хочу услышать о приключениях, Питер Пэн. Я хочу пережить их! И в этот миг маленькая фея Динь-Динь, подружка Питера Пэна, влетела через окно. Ну конечно, я знала, что найду тебя здесь. Ты готовишься к новому приключению без меня? Ты же знаешь, что без тебя я ничего не смогу делать. Венди разбудила своих братьев. Ее братья смотрели на Питера Пэна и Динь-Динь с большим удивлением. Ну что, готова полетать? Динь-Динь разбросала свою волшебную пыль. Благодаря ей дети поднялись в воздух и вылетели в окно. Они направились в Нитландию. После долгого путешествия дети прибыли в Нитландию. И там они увидели русалок, диких животных, индейцев, пиратов и потерянных мальчиков. Самым опасным из них был злодей по имени Капитан Крюк. Капитан Крюк был главным врагом Питера Пэна. Причиной тому было то, что однажды в сражении, Питер Пэн отрезал руку Капитана. И огромный крокодил съел ее. Вместе с рукой Крокодил также проглотил наручные часы Капитана. И с тех пор всегда издавал звук идущих часов. Так Капитан Крюк всегда мог определить, рядом ли Крокодил. Подтиканью часов. Капитан Крюк стоял с биноклем на палубе, когда заметил Питера Пэна и детей, глядящих на него с вершины холма. Он немедленно приказал стрелять из пушек. Питеру Пэну и детям было очень нелегко уворачиваться от пушечных ядер. Динь-Динь, отведи детей в безопасное место, я разберусь с Крюком. Динь-Динь очень ревновала к Венди, и она хотела, чтобы та держалась подальше от Питера Пэна. Она придумала повод оставить Венди на холме, а Яна и Майкла отвела в безопасное место на пляже. Тем временем потерянные мальчики, жившие на острове, увидели Венди издалека, и, подумав, что она враг, начали стрелять в нее. Питер Пэн же продолжал сражаться с Капитаном Крюком. Но, заметив крокодила с тикающими в животе часами, Крюк в ужасе убежал. Возвращаясь назад, Питер Пэн заметил лежавшую на камнях раненную Венди. Он очень расстроился. И потерянные мальчики очень сожалели о том, что ранили ее, узнав, что девочка была другом Питера Пэна. Я же доверил детей тебе! Динь-Динь была очень жаль. Она поняла, что поступила неправильно. Мне так жаль, Питер. Это больше никогда не повторится. Я обещаю! Потерянные мальчики построили прекрасную хижину для Венди и ее братьев. Ночью они все легли под тенью деревьев и стали слушать рассказы Венди. А Питер Пэн охранял хижину. Как-то отдыхая среди скал, дети заметили приближающихся пиратов. Пираты взяли в заложники дочь вождя индийцев. Питер Пэн и мальчики бросились вслед за ними, чтобы спасти дочь вождя. Между мальчиками и пиратами произошла большая битва. В конце концов, они спасли дочь вождя и вернули ее в семью. После этого дня индейцы Питер Пэн и потерянные мальчики дали очень близкими друзьями. Вождь приказал двум своим лучшим людям охранять мальчиков. Конечно, капитан Крюк был в ярости от всего случившегося. Однажды я одолею тебя, Питер Пэн, и ты не сможешь избежать расправы. Как-то ночью, когда Венди начала рассказывать историю своей семьи, Питер понял, как сильно она и ее братья скучали по дому. Поэтому он сказал им, что они могут вернуться домой, если хотят. Но сам он должен остаться. Дети решили, что пора отправляться домой. Но когда они собрались в долгий путь, на них напали пираты. Пираты связали индейцев и захватили мальчиков. Питер Пэн же мирно спал у себя дома, не зная, что случилось с его друзьями. И тут у его окна появился капитан Крюк. Злодей увидел спящего мальчика, но не смог открыть дверь в его домике на дереве. Тогда он вылил ему под дверь сонное зелье из бутылки, которую принес с собой. Это зелье заставило Питера Пэна спать часами напролет. Питер Пэн проспал целый день, а когда проснулся, увидел перед собой Динь-Динь. Она рассказала ему о том, что произошло. И они отправились спасать мальчиков. Когда они добрались до счастливой скалы, убежища пиратов, они увидели, что там не было стражи. А перебравшись к краю скалы, они потеряли дар речи от ужаса. Венди, Ян, Майкл и потерянные мальчики были связаны. А капитан Крюк держал в руках факел, готовясь развести для них костер. Можешь сказать свое последнее слово. Будучи самой старшей, Венди начала говорить. Дорогие друзья, мои последние слова будут такими, какие сказали бы вам ваши матери. Если бы они были здесь, они бы сказали вам не бояться и быть смелыми. Даже перед лицом смерти. Не бойтесь, доброта всегда побеждает. Всегда. Капитан Крюк очень разозлился на слова Венди. Он отвел ее на корабль и стал привязывать к мачте. Воспользовавшись этим, Питер Пен и Динь-Динь бросились вызволять мальчиков. И тут к ним на помощь пришли индейцы во главе с вождем. Питер Пен очень обрадовался, ведь с их помощью они могли легко спасти мальчиков, что они и сделали. Пришло время вызволять Венди. Питер Пен и потерянные мальчики пробрались на корабль капитана Крюка, где осталось всего несколько пиратов. Когда те поняли, что будут побеждены, они поспешили спрыгнуть с корабля. Здесь негде спрятаться, Крюк! Сдавайся! Питер Пен и потерянные мальчики атаковали капитана Крюка. Заставив его отступить. И вдруг капитан услышал звук. Тот самый звук, которого он больше всего боялся. Когда Крюк в страхе оглянулся, он увидел крокодила, который ждал его в воде. Помогите! В мгновение ока он оказался на другой стороне корабля. Спрыгнул и поплыл так быстро, как только мог. Питер Пен и потерянные мальчики засмеялись. С этого момента корабль Крюка принадлежал потерянным мальчикам, а их капитаном был Питер Пен. Команда готова выполнять ваши указания, капитан Питер. Уплываем отсюда. Ребята развязали веревки и паруса раздулись на ветру. Дети были очень рады услышать это. Венди, Ян и Майкл собирались воссоединиться со своими родителями, по которым они очень соскучились. Динь-динь рассыпала волшебную пыль. И тот корабль поднялся в воздух и полетел. Венди не терпелась рассказать родителям о Питере Пене, Динь-динь и Нитландии. С этого дня Нитландия стала их вторым домом. А Питер Пен – лучшим другом. Субтитры создавал DimaTorzok